Всем привет! Сегодня решила заснять совершенно спонтанное видео. Пришла сейчас с работы, заехала на почту, забрала одну посылочку, вот такую вот с Aliexpress и решила взять распаковку посылок. У меня их накопилось получается уже три штучки. Первые две я забирала до этого, их не раскрывала, вообще хотела подкопить посылочек и распаковать их либо на стриме, либо на видео, но вот решила сегодня уже их открыть, потому что терпение у меня кончилось. Но перед началом хочу напомнить, что на моем бусте сейчас разыгрывается очень классная куколка. Это братца Рокангел. Здесь я покажу ее фотографию, забыла ее принести из другой комнаты, но поверьте, она у меня есть. Кстати, у меня был на нее совершенно недавно обзор на мою куколку и вторую такую же я разыгрываю среди всех своих спонсоров на бусте. Так что, если хотите поучаствовать в розыгрыше, то подписывайтесь по ссылочке под видео. Там есть отдельный пост розыгрыш, номер семь вроде бы он называется, и в комментарии выбирайте свой счастливый номерок. И как всегда хочу сказать спасибо моим действующим бустерам. Вот здесь вот будут ваши ники. Спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо, что продляете подписочки. Спасибо, что донатите. Вообще это очень-очень приятно. Я буду стараться продолжать разыгрывать кукол, стараться выпускать новые видео. Хватит болтать и давайте уже приступим к распаковке. Буду распаковывать по очередности, как они мне приходили. Сегодня вот такие вот три посылочки у нас с вами. И начнем мы с самой большой. Пришла она мне из Ижевска от моего любимого посредника. Поночка Store. Так, и давайте укрывать. Там очень крутая кукла, которую я сама не имею возможности купить, потому что она продается на сайте Walmart, а мой склад с Walmart не выкупает. Опа. Так. Тут уже видно, кто там. Вот такая вот упаковка. Здесь есть карточка с наклейкой. Я очень хотела эту куклу с самого ее появления. Какая красивая коробка. Кстати, она легче, чем я думала. Она как обычная. Rainbow High. Почему-то я думаю, что вот эта коробка, она такая красивая, и она должна быть тяжелее. Но нет, она достаточно легкая. Короче, это у нас Lola Special Edition. А где у нас написано имя? Тут нету. Значит, оно только внутри. Короче, это Lola Wild, если я не ошибаюсь, из Shadow High. Это розовая кошечка. Вообще, вышли три девочки из Shadow High в этой серии. Серия, кстати, костюм Бал называется. Вышли три девочки из Shadow High. Это абсолютно новые персонажи. Я бы еще очень хотела фею получить. Мне она нравится. У нее красивый скинтон, потрясающие красивые крылья. Мне нравятся ее туфельки, да и платье весьма неплохое. И три девочки вышла из Rainbow High. Там у нас кто? Белла в костюме ведьмы. Я ее тоже очень хочу. Робин Стерлинг, паучиха. У меня есть Робин, но от второго бы я тоже, кстати, не отказалась. И третий. Господи, а кто там третий-то у нас вышел? А, самое неинтересное, Вайлета в костюме кошки. Давайте открывать. Тут у нас на липучечках Lola Cosmetology Focus. Правильно? Да, Cosmetology Focus у нас написано. Первый раз на нее смотрю. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Идеальная. Мне очень нравится. Личико, макияж. Все супер. Я не вижу изъянов. Нету проблешин в прошивке. Волосики ровно прорисованные. Идеальные кудряшки даже. Вот так вот она смотрится. Тут у нас какое-то описание. Да, Lola Вайл. Короче, много слов на английском. И вот такая вот красотка. Очень красиво смотрится в коробке, как будто бы в витрине. Так жалко распаковывать, но я очень хочу ее потрогать, поэтому я точно буду ее открывать. Эти ногти. О, боже, какие длинные ногти. Вот только посмотрите. Мне очень нравится ее костюмчик. Вообще, я хотела сказать, что я не вижу изъянов, но я вспомнила, что мне не очень нравится ее обувь. Но от этого никуда не деться. Короче, ботинки мне не очень ее нравятся. Короче, будем с вами распаковывать. Шикарная девочка. Я очень довольна. Так что теперь у меня есть Lola Вайл. Так, давайте продолжим со второй коробочкой. Она с Амазона. Она такая маленькая. Кто подписан на мой Телеграм, уже знают, какая там куколка. Кто не подписан, ссылочка под видео. Обязательно подписывайтесь. Там я делаю анонсы своих покупок. Вообще, просто делюсь с вами мыслями, какими-то фотографиями. Так что жду всех. А-а-а, это Lola Plus. Очередная. Хорошенькая, да. Макияж. Ну, глаза чуть-чуть съехали, но это не особо критично. Мне нравится. Наверное, это будет моя самая любимая Лолка. Я ее безумно хотела. Оливия Флаттер в стиле двухтысячных. Очень гламурная девочка. Вот так вот она выглядит. Это у нас четвертая серия твинсиков. Я хочу всех девчонок из этой серии. Но больше всего, конечно, я хотела Оливию. На втором месте вот эта девчоночка. На третьем Эмма. И на четвертом у скейтерша. Вот. Первую я взяла Оливию. Взяла ее на Амазон. За 2 600 вроде бы. Достаточно дорого. В Америке она стоит 19 долларов всего. Но я не хотела ждать. Увидела скидки и заказала. Короче, тоже будет обзор. Отдельное видео. У кого она есть, пишите. Кто хочет, тоже пишите. Какой красивый арт. Скажите. Мне очень-очень рада, красотка. По прошивке тоже все хорошо. Короче, маленькая мечта сбылась. Так. И последняя посылочка. Пакетик с Алиэкспресс. Кстати, очень быстро дошел. За неделю или за полторы. Так, что же тут у нас? Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Понятно, что это? Так, короче. О. Это подставки. И это подставки я заказала специально для своих фэшн-кукол. То есть, Интегрити, Мизи. Кто смотрел мои стримы с распаковками этих потрясающе красивых кукол, видели, что я плевалась от их подставок. Они ужасные. Куклы с них падают. Поэтому я взяла вот такие вот подставки. Блин, уже треснутые. Смотрите, трещина. Я взяла, по-моему, 10 штучек. Это самые красивые подставки, мне кажется, которые есть на Алишке по приемлемой цене. Смотрите, какая длинная палка. Основание в отдельном пакетике. Блин, какая-то подкоцанная вся. Пленки нет защитной. Ух ты, очень-очень плотненько садится. Не сломать бы. Блин, страшно. Ну ладно, я не до конца вставила. Хотя лучше вставить, а то будет выпадать. Не хочет, ладно. И вот такой держатель. Это очень высокие подставки. И вот они как раз, по-моему, для Интегрити хорошо подойдут. Смотрите, какие высокие. Все, наверное, знают вот эти вот самые популярные и самые дешевые подставки с Алишки. Они неплохие, они прозрачные, но не совсем эстетичные, по-моему. Вот эти, смотрите. Намного красивее, лаконичнее. И они выше. Потому что, по-моему, вот эти для Мизи и Интегрити. Вот я принесла свою последнюю девчоночку Мизи. Да, она ей в копчик упирается, эта подставка. У Мизи и Интегрити вот такие вот седла. У Мизи еще ужаснее, потому что шпири выпадают из основания. Вот так вот они как бы типа стоят, но они постоянно вот так вот падают. Поэтому нужно было что-то получше. И я взяла вот это. Сейчас мы примерим. Не сломать бы. Так как пластик такой твердый, не как у дешевой подставки, там такой более гибкий, то эти подставки достаточно хрупкие. И смотрите, какая красота получилась. Кукла стоит просто отлично. Вот такая вот подставочка по высоте. Хорошо держится на талии. Ну как вам? Я ссылку оставлю внизу, так что кто хочет для своих кукол, заказывайте. Для братца будет слишком высоко. Только если как-то отрезать этот держатель. Для Барби тоже, наверное, будет высоковато. А вот для таких фэшн кукол просто идеально. Вот. Короче, очень довольна этой покупкой. Вообще давно уже присматривалась к этим подставкам. А вот теперь я разоряюсь на этих прекрасных девиц. И вы заметили, да? Я купила их 10 штук. Пока что у меня кукол только 5. Короче, за делом на будущее сразу. И на этом все. Вот такое видео у меня получилось. Как вам мои куколки? Кто понравился больше всего? Голосуйте в комментариях. Надеюсь, вам это видео такое спонтанное понравилось. Оно снято тупо на айфон. Не хотелось никак готовиться. Надеюсь, вы меня простите за эту слабость. Но лучше такое видео, чем вообще никакое. Согласны? Так что жду ваши комментарии. Жду ваши пальчики вверх. Переходите. Подписывайтесь на мой Бусти. Также на Телеграм. Спасибо вам большое за внимание. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok